Чем подкормить рассаду помидор до пикировки? Желтеет рассаду помидор, чего ей не хватает? Как часто подкармливают рассаду помидор? Можно ли удобрить рассаду помидор органикой до пикировки? Правила подкормки. Для получения качественной рассады помидор нам нужно вносить удобрения как до пикировки, так и после. В качестве профилактики болезней, патологии развития, появление вредителей используют подкормку на основе минеральных удобрений. Желтеет рассаду помидор, чего ей не хватает? Мало железа, побледнение листа с появлением зеленых прожилок, иначе говоря хлороз. Нужен азот, когда листья не развиваются или опадают. Появляются желтые пятна. В качестве профилактики при пониженной температуре. Фосфор нужен для наращивания пышной надземной части. При его отсутствии листья становятся фиолетовыми. Вносите компоненты по отдельности или в общем комплексе после внимательного изучения инструкций на упаковке. Как часто подкармливать рассаду помидор? Первая подкормка начинается через пару дней с момента появления листочков. Внесите половину от указанных на упаковке удобрений. После первой подкормки должно пройти минимум 12 дней. Далее увеличивайте объемы подкормки. Третий раз можно удобрять уже после пикировки. Рецепты для подкормки рассады помидор. На ранних этапах развития рассады удачным будет использование раствора меди, который стимулирует формирование всходов и укрепляет рассаду. Также это отличный способ защититься от фитофтороза. Приготовить раствор можно из одной чайной ложки на 10 литров воды. Можно долго хранить и поливать по частям. Мочевина часто используется для удобрения рассады помидор или же для опрыскивания растений. Чтобы приготовить раствор, нужно 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды пролить под саженец. Нитрофоска закрепит результат предыдущих подкормок. Нужна 1 столовая ложка на 1 литров воды поливать саженцы под корень. Объем небольшой, так что хватит на несколько побегов, но при желании можно увеличивать пропорции и использовать для всех саженцев помидоров. Суперфосфат также простимулирует развитие рассады помидор, если использовать компонент во внекорневой подкормке. Вам понадобится 1 столовая ложка суперфосфата или половина двойного на 1 литр воды. Для того, чтобы раствор активировался, нужно его подогреть до 70 градусов и наставить сутки. Раствор должен получиться светлым с осадком. Слить светлую часть раствора и разбавить 10 литрами воды. Теперь уже можно опрыскивать. Можно ли удобрять рассаду помидор органикой до пикировки? Органические удобрения всегда были в почете на этапе выращивания рассады. А вот другое дело вносить их перед плодоношением. Из органики подойдет компост, который добавляют прямо в горшочки или тары с рассадой помидор. Помните, что свежая органика может сжечь корневую систему или заразить растения. Правила подкормки рассады помидор. Удобрять утром или вечером, не направлять на листья рассады, использовать проверенные инкредиенты. Пишите в комментариях, чем вы решили подкормить рассаду помидор до пикировки.